Областные подразделения МЧС собрались сегодня в Кречевицах. Здесь прошла комплексная тренировка спасателей. Отрабатывались действия по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодием и началом пожароопасного сезона. Сюжет Алены Сувтиной. Катарство выкатывается полностью, так же, как и с любой корректой скорой помощи. Аппаратура вся подключена, протестирована, баллонность заправлена на свару. Этот автомобиль, находящийся на вооружении новгородского подразделения МЧС, чаще всего выезжает на ДТП. В нем есть все, чтобы оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Он также оборудован аварийно-спасательным инструментом. Комплексная тренировка регионального управления МЧС традиционно началась с осмотра автопарка. Пожарные цистерны, тягачи, гусеничная техника высокой проходимости, квадроциклы, мотоциклы, катера, болотоход и бульдозер. Всего более 30 спецмашин. Не обратить внимания на эту хонду Андрей Никитин просто не мог. Мотоцикл предназначен для оперативного прибытия боевого расчета к месту пожара. Здесь порядка 100 килограммов навесного оборудования. Средства связи, аптечки, электроинструмент, средства пожаротушения. Подморозило. Ну, чувствуется. Техника отлично. Легкая, хорошая, удобная. От демонстрации сил к обсуждению действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основная задача на сегодня еще раз проверить, как координирует свою работу МЧС с органами власти, в первую очередь на местах. Вы все, я так понимаю, нашли время ознакомиться с тем набором технических средств и возможностей, которые сегодня министерство по ликвидациям и наш территориальный блок предоставляет. Эти возможности внушают уважение. И мы понимаем, что сегодня у нас есть все ответы на возможные вопросы, связанные с какими-то природными или техногенными катаклизмами. Но задача наша научиться правильно координировать свою работу. Впереди неспокойное время. Не за горами пожароопасный период. В зоне риска отдаленные деревни и лесные угодья Новгородчины. Что же касается паводка, по данным специалистов, нашему региону большая вода не угрожает. Пик половодия на реках области предвидится в начале апреля. На состоянии на 28 марта на территории области паводка обстановка в норме. Потопленных населенных пунктов нет. С начала года зарегистрировано 24 павла сухой травы. Также на которой находится ледовая обстановка на водоемах области. Особенно в местах массовых табаков на лед. Впрочем, к тушению лесных пожаров сотрудники подразделений МЧС готовы на все 100. Что и продемонстрировали на комплексной тренировке. По легенде, природный пожар возник в микрорайоне Кричевицы. Площадь возгорания 25 гектаров. Под угрозой жилые дома. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалась не только техника спасателей, но и комитета лесного хозяйства, добровольных пожарных, полиции, скорой помощи. Всего на тушение условного пожара было задействовано около 200 человек и 30 единиц техники. Справиться с огнем специалистам удалось за считанные минуты. Алена Сувтина, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости